I have ways of blowing things off. У нас вроде как люди все целые, эксперт. Есть дуэль, эксперт-знаток. Пойдемте туда. Естественно, мне щитовика опять дают. У него что, сейчас допер? Да хорош! На тебе. Я тебе ляжку отрублю. Зажарю и съем. Как тебя звать? Зови меня Ганнибал, детка. Смотрите, смотрите, как по ноге ему проходит. Это еще один повод для того, чтобы как-то наши ляжки прикрыть. Потому что он сейчас продул чисто из-за того, что он не позаботился о своих конечностях. Я ему просто одну ногу прорубил до конца и все, и он упал. Хорошо, эксперт-эксперт, зачистка. Ой, блин, я об этом пожалею. Пойдемте. Я не могу пройти мимо хорошей зачистки. По крайней мере, хорошая светлая арена. Ты нападать будешь или где? Я думал, ты сдохла. Серьезно, я мог сейчас добить. Нафиг такие размены? Так, так, так. Ты сдохнуть не хочешь? Наконец-то. Кишочки выпустили, все нормально. Так, что у тебя? Бувикер. Забираем шлемчик, мне твой не нужен. А у тебя ничего нету. Ты нищая, такая же, как я. Черт. Да хорош! Я понял, что ближний бой это не мое. О, хорошо зашло. Я видел, что я слишком близко, но я не успел отойти. Так, давай кружочек. Кружочек, дружочек. Отходим от... Да отходи! Да почему я не могу бег-то включить? Ёлки-палки, меня это бесит. Я сейчас проигрываю чисто из-за того, что у меня нету бега. Беги! Я хочу переб... О, хорошо. По пальцу попал. Хочу перегруппироваться, отбежать, а он начинает отходить. За то, что он начинает отходить, все чертовски медленно происходит, и я ловлю. А нельзя ловить. До свидания. Блин, кучу красного дэмэджа отхавал. Твою кастрюлю за ногу. Ха, хороший кадр. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо вот так вот. О, прям неплохо. Так, что я могу с тебя снять? Щит мне твой нафиг не нужен. Платный шлем. Может, он тебя вместо, вместо бувигера? Да. Просто закрытый шлем. Хорошо. Мне нравится. Ляжки прикроем. Наплечники. Да, это которые хорошие. Наручи. А наручи хорошие? Ну, не знаю. Стоп. Да, латные наручи, очень классные. Давай вот так вот сделаем. Обувь оставлю. Кераса. Ну, так-то да, кераса. Три. У меня покрытие на бригандине больше. От дробящего два с половиной. Тут от дробящего три. Колючи четыре. Отрежущего. Нет, ну, блин. Я, пожалуй, переодену-то кераску. Бригандина я возьму с собой, но керасу я переодену. Пойдем. Что за размен? Ха-ха-ха! Это было больно! Черт. Это я солью. У него длинный косой меч, да? Кстати, хорош тоже. Да подними меч ты! Блин. Ха-ха-ха! А ваши персонажи умеют садиться на шпагат? Черт. Ну, это был чистый размен. Два раза поменялись и... Да. Он меня слил. Ладно. Нет, тут было по-честному. Окей. Тут было по-честному. Единственная фишка в том, что... Я бы хотел, чтобы у меня персонаж бегал, когда я хочу, чтобы он бегал. А непонятен радиус, насколько мне нужно мышку оттянуть, чтобы он моментально начал бежать. Жаль. Так, ладно. Знаток-новичок. На новичке у нас есть... Зачистка на знатоке есть. А он у меня без шмоток получится будет, да? А, пофиг. Пойдем. А, ну просто он оденет старые шмотки. Да ну кого фига! Что это за избиение сейчас было? Нормально. Ушел. Я не понял, откуда столько дамага влилось моментальнейше. Так, ладно. Новичок. Что у нас на новичке есть? Зачистка. Новичок-кандидат. Пойдемте. На тебе. На тебе. На. Вот как? Так. Беги! Да беги, тварь! Второй раз я уже из-за этого глюканул. Классно, да? Это говно сейчас еще и выиграет. Ха, конечно! Блин, вы видели? Ей прилетело два офигительных кровавых удара, третий. Она до сих пор живая. Я только что забагал из-за того, что я не смог убежать. Она меня избила и выиграла. Ну блин. Не, ребят, ну серьезно. Это уже какой-то кринж творится. Причем, я же говорю, ладно, это были бы высокие уровни сложности, где ребята закованы в латы и всякое такое, что я не могу с ними справиться. Эксперт-новичок. А это с каким я сейчас оружием там окажусь? Понятно. Если я выживу и отберу у тебя это говно... Да ну блин! У него совсем там чуть-чуть жизни оставалось. Ну я это чувствовал. Я по нему ударил сколько? Раз 5-6. Это было сейчас очень обидно. Эксперт, знаток, дуэль. Пойдем. О, это какой-то прикольный меч. Я подставился, это я видел. Ох! Ваншот! Просто ваншот! Еще и чуть не убил! я сейчас так скажем я не расстроен тем что я проиграл я сейчас просто в шоке от того что произошло то есть когда я вышел с кулаками против серпа я был расстроен что я проиграл потому что я нанес ему довольно много урона и чувак не сдох и почему-то как каким-то образом смог меня обухом бить без замаха ну ладно это было не очень красиво с его стороны но вот сейчас было то что сейчас было это было по-честному да ну я просто офигел от дэмиджа который вливает эта пушка до свидания чувак я просто офигел от дэмиджа который влетел то есть я понимаю что по голове но через шлем через подшлемник через все ладно то что у меня вырубил еще и чуть не убил это сейчас было конечно как бы да то блин кулачный бой дай мне пойдем лечиться не ребятки вы меня знаете я не особо ною насчет того что типа вот я проиграл потому что игра такая нет я умею признавать свои ошибки и там я налажал я налажал я не против но как бы иногда происходят такие вещи которые я считаю нереальными я не знаю это проблема в изменении физики игры сейчас или что происходит то есть если вы с таким тоже сталкивались пишите пожалуйста я буду рад узнать что я не один так так кулачный бой на эксперте пойдем нам пофиг сейчас какой кулачный бой влазить потому что нам все равно нужно лечить наших псов единственная же говорю фишка которая мне прям реально бесит это отсутствие бега у персонажа тогда когда мне он нужен потому что хочу перегруппироваться например я понимаю что я в невыгодном положении то хорош хорош блин на все хорошо слезе я понимаю например что я в каком-то невыгодном положении я возле стенки или я стою неудобно как-то мне нужно перегруппироваться я хочу убежать нажимаю быстро он такой медленным шажочком начинает уходить естественно он прилетает по хребту чаще всего это приводит к стану стан приводит к тому что если я и остаюсь живых то я остаюсь живых очень ненадолго и я сегодня два раза так из-за этого слился это огорчает эта игра максимально не прощает ошибок тогда я хочу пожалуйста точное управление да фиг ли я думал ты сдох уже тварина сейчас например беги я его в ладошку ударил и он сдох так кто у вас там знаток у нас уже оклемался и зачистка на знатоке пойдемте рискнем неплохо у меня мне нужен ближний о хорошо хоть шок прошел вот видите одноручником после двух против двуручника да прям заходит так перчатку мне нет на эти перчаточки под шлемник папа папам кольчуга а разница один пол так это то ну так то это вроде получше чё ещё хочу я чё-то хочу я хочу наверное вот так вот так вот так норм поехали зеленый рыцарь ох ломаем лицо человеку просто серьезно все удары в лицо заходят такие на тебе на так возьмем наверное вот эту штуковину хотя покрытие 3 тут козырек есть тут тоже покрытие 3 ладно зеленые наручи они лучше так это один полтора этот полтора нет это получше да я возьму их на голени а это наплечники кстати хороший тоже возьму та 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 да все вроде у тебя больше нечего такого одеть поехали дальше ай это сзади прилетел а то то скир миш нет этот как он называется тоже фальшон да это фальшон фальшон мне пока что нравится возможно мне просто так везет пока что но не я хочу зеленые спасибо мне он пока что очень нравится так пластичный жилет лучше для мужчины нет два два с половиной он получше будет чем мое да да я его лучше одену а ты у нас на голени ки а это на плечники полтора два полтора ну ладно в принципе вот это свалка да я понял уже что ты мне по голове цель отвали а хоха хоха да хорош он меня тупо тоже по очкам выигрывает на тебе подмышку да как ты не сдох после такого два крутых кровавых удара ему зашло он такой стоит до сих пор ты блин звезда морская так ладно ну все дальше повезло что кровавого немного накинули я пока за счет скорости вытаскиваю блин молотком по промежности это больно было вот это но это просто удача пропустить такой удар серьезно с ее стороны конечно удача зачистка новички идем офигеть какой удар да блин вообще без шанса хоп-хоп два . не здоровья не это не желтого не красного это было очень быстро короче не знаю ребят мне кажется тычки им надо немножечко пофиксить они наносят просто чудовищно страшный удар эксперт вызов идем на эксперте на вызов ну смотрите насчет фальшона я же говорю мне он в принципе понравился нужно еще будет с ним потренироваться немножко он наносит не самый большой урон но наносит его стабильно то есть он то тут то там попадает это хорошо еще часто проходят хеды из-за взмаха на сдохни наконец-то фальшон тема это мне сейчас просто дичайше не повезло то что я про пропустил такой удар молотом удар просто нечеловеческий был какой-то серьезно омлет всмятку называется ладно эксперт-эксперт зачистка на эксперте ну да да пойдем видите она сразу тыкать собралась да ну хорош каким это образом сейчас было я стою в спокойном состоянии то есть у меня должен срабатывать блок чувак меня бьет ладно что у меня ударил он бьет повторным вторым ударом и он тоже проходит и у него все хорошо а где блока где все то есть чувак ты же прокачан на сдохни некрасиво получилось то что мне 2 ну-ка бы вторым ударом нанес много красного урона нет не понравилось так на голенники до на рукавники те выглядят посолиднее они есть посолиднее хорошо что я хочу я хочу наплечнички наверное но вроде такие же так это штаны не штаны что ты кто такой кольчужный поножи хочу одевай понадобится шлем более закрытые да тоже нужен щеки чтобы не торчали не мерзли все остальное не очень поехали дальше чужими противника со щитами то всех даете на мой взгляд чуточку неудобно организованы удары то есть я бы хотел например более внятную систему ударов сверху тычком и всякое такое потому что но ты сейчас сделал тычок у меня меч запутался черт побери то встань ты я не понимаю что происходит с моим мечом почему он так путается то есть мне очень нравится двуручник хотя бы вот поэтому но иногда он просто застревает в оппоненте в броне в чем-нибудь и ты уже не вытащишь в принципе так ты кто у нас латные поножи лучше чем эти в 3 4 они такие же щит геральдический латные наручи так минуточку погодите кольчужные 3 4 такие же все норм оставляем как есть пойдем дальше еще один тычущий оппонент со щитом неплохой хит прошу знаете после после таких ударов обидно проигрывать то есть ты такой думаешь я же хорошо раскалечил оставалось же чуть-чуть до свидания да нормально они еще какую-то такую джигу танцуют перед тем как падают путают путаются в собственных ногах таки так 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 ты у нас кто на коленнике а на локотники как я на коленнике на локотники путаю вообще не спрашивайте не знаю на голеннике вот это же нормально а это верхнюю часть защищают это верхнюю и нижнюю части латные поножи латные поножи ну возьму на всякий случай не знаю понадобится не понадобится рубах кольчужная пофиг тоже возьму все пойдем дальше чувак секирой секиро то есть у него так же как у меня у него полностью защита променена на атаку и случается тоже что со мной если прилетает то прилетает насмерть дальше дальше хочу люцерский молот очень длинная махалка обменялись да ну не могло мне под таким углом прилететь на до свидания еще один не это последний все вот сейчас было красиво то есть не было какой-то аномальные лажи и в принципе все было довольно хорошо добротно эксперт драка эксперт тварь пойдете эксперт драку я эксперт по дракам сейчас два раза так ладно этот чувак у нас двуручником в принципе нормально там чувак с фальшоном и щитом мне фишка со щитом не очень нравится но я не могу ничего взять в другую руку возможно просто стоит просто с фальшоном ходить не знаю посмотрим поменяю поменяю сегодня надеюсь он еще выздоровеешь чтобы мы еще за него подрались я хочу немножечко распробовать понять как это все происходит так я даже не знаю что мне лучше полокс или щит ну полокс выиграл четко меня переключился ты чувак с цепом давай давай по тебе последний удар оставался понятно чувак с цепом не хочет рисковать а он у него тоже последний удар оставался хорошо хорошо меня это устраивает но это было сейчас тупо ради денег так что у нас еще есть на эксперте схватка дуэль дуэль эксперт и кандидат на кандидате мне нету шмоток по моему да на знатоке на знатоке есть схватка кулачный бой на новичка есть дуэль пойдемте пойдемте в дуэль на новичка может вытянет я бы пошел на зачистку но здоровья мало так куда ж ты дофига это не этот молоток не такой быстрый прекратите но этот молоток это читерство нельзя с такой скоростью махать одноручным огромным молотом серьезно то есть есть молоток начального уровня который маленький кузнечный такой он легче чем этот по моему если я правильно помню и он гораздо медленнее машет тут огромнейший клевец который ты держишь за самый кончик и он машет с такой скоростью не верю извините вот этот клевец уже второй раз меня попадается вот такие вот читерские вещи на нем это как-то что-то нездоровое так эксперт есть вызов на эксперте а на знатоке на знатоке есть зачистка пойдемте на знатока сходим на зачисточку рискнем попробуем пока что меня щит прикрывает ей прилетело это не может не радовать такие звуки когда у меня успела полжизни уйти на сдохни когда у меня успела полжизни уйти я не заметил это как меня так ударило на тебе в торец да ладно фига себе нет насчет ноги я могу понять насчет вот этого тычка ну блин ну тычок это ж было это было грязно согласен здесь я продул честно я продул но то как это произошло мне очень не понравилось эксперт схватка а на схватка я не смогу пойти кулачный бой я могу на дуэль на только кандидат зачистка новичок кандидат а пойдемте шмоток нет но вы держитесь но хорош Хорош! Хорош! Да ты серьезно, что ли? Нет, что-то с механикой явно изменили, потому что, помните, раньше я мог, например, с кулаками выйти в... Ну, примерно на таком же уровне сложности. С кулаками я мог выйти и поломать 3-4 человека. Сейчас что-то... Даже не знаю. Эксперт драка. Пойдемте в драке поучаствуем. Тут, если повезет, много жизней не надо. Чуваку по шапке прилетело раза 2-3, прям во все стороны. Бздынь, бздынь. Нормально, ушел. Так, что у нас там? Трезубец? А, нет, это Палаш. Ну, не Палаш, а в смысле Пол-Экс. Пол-Экс, и он же у нас остался. А четко прибежала ко мне, прибежала. Смотри на нее. До свидания. Двумя хорошими ударчиками отправили ее к праотцам. Ладно, хоть денег подняли. Эксперт. Зачистый эксперт-кандидат. На кандидате! Это опять что-то кулаками буду махать, да? Да, ну не подставляйся! Да ну, дружище, не подставляйся ты так, а! А! У меня были шансы. Я его хорошенько на рожи ему намял. Ну, блин. Не сложилось. Хорошо. Пойдемте тогда в кулачный. Пофиг. Идем. Восстановимся немножко. Печально то, что я копил деньги на двуручный меч. Да хорош меня мутузить, блин. Печально, что я копил деньги на двуручный меч. Купил два одноручных. Нет, я не спорю, они хорошие. Но моя фишка, которую я хотел с двуручным оружием, с оружием в две руки не прокатила. И деньги-то я потратил. И все. А теперь, ну, как бы... Копление, накопление дальнейших денег. Опять очень длинный и нудный процесс. Такое себе на самом деле. Знаете, ребят? Да хорош. Я начал задумываться о том, что, возможно, мы пока что приостановимся с экзанимой. Потому что, ну, в принципе... Да, да, хорошо. В принципе, здесь геймплей репетитивный. И фишка была в том, чтобы дойти до высоких уровней и посмотреть, как кастрюльки дерутся. Мы уже с вами стали практически кастрюлькой. То есть, ну, нам осталось мастера прокачать. Это возможно. Потому что мы на Эксперте довольно неплохо играем. У него там подбирается опыт, навыки, все дела. О чем? То есть, мы с вами прошли практически до верхней ступени карьеры. Теперь копить на шмотки, копить на оружие. Но это можно делать еще серии 30. Потому что, как видите, как здесь деньги набираются и как они тратятся, я бы не сказал, что это что-то очень веселое, занимательное и увлекательное. То есть, это прикольно одному посидеть, поиграть. Я не спорю. Но на записи у нас с вами уже сколько? 3-4 серии происходят одно и то же. Я вот хотел обновить геймплей тем, что я хотел два оружия надеть. Но, к сожалению, почему-то это у меня не получилось. Поэтому я думаю, что сегодняшняя серия будет относительно последней. То есть, у нас был финал первого прохождения. Вот эта серия у нас станет финалом для карьеры. Для дуэльной карьеры. И потом мы с вами немножечко отдохнем. И, пожалуй, начнем второе прохождение. Только уже за другого персонажа. Чтобы у нас был с вами напарник в игре. Чтобы были диалоги. Пооткрываем все, что мы не пооткрывали в первый раз. Потому что, я знаю, пропустил очень много. Особенно в первых нескольких локациях. Когда я еще только осваивался с игрой. Еще не понимал, что происходит. Так, новичок. Новичок-новичок. Схватка. Зачистка. Давайте зачистку на новичке. Сходим. Вот. Поэтому я думаю, что... Давайте, наверное, Е. Ага. Два раза тебе. Давайте, я говорю, после вот этого. Сделаем небольшой перерывчик. Отдохнем от Икзанимы. Она у нас уже на канале... По-моему, полгода, если не больше. То есть было прохождение. Потом сразу же начались карьерные матчи. Вот эти вот... Давайте немного отдохнем от Икзанимы. Да хорош меня... Бить, блин, тварина! Скотина. Я оставался последний удар. Взяла мне полжизни и испоганила. Ха! Я еще начал с того, что я поднимаюсь с земли. Очень круто. Ага. На тебе в голову. Ну, понятно, понятно. Угу. Спасибо. До свидания. Тут я не знаю. Ну, я, скорее всего, отлегся просто на размышления, на разговор с вами. Поэтому накосячил. Вот. Ну, в общем-то, все к тому, что будем потихонечку... Товарь на эксперте. Кулачный бой. Драка на знатки. Пойдемте в драку на знатки. Будем потихонечку заканчивать. Делать перерыв. Отдыхать. И я думаю, что через... Я даже не знаю, через сколько. Я не хочу сейчас обещать. Но будем делать второе прохождение. Посмотрим, как и что. Пока что дадим шансы другим поглядешкам, посмотряшкам. Я не спорю, что их занимает офигительная игра. Я про то, что мы реально прошли то, что можно было пройти. Выжили то, что можно было выжить. В дальнейшем это просто гринд. То, что есть. То есть, докачаться до мастера это просто гринд. И накачать на вещи это тоже просто гринд. То есть, я не считаю, что это то, что нужно дальше снимать. Пишите ваше мнение, ваши пожелания. Как, что, что вы хотите во втором прохождении увидеть. Пишите какие-нибудь полезные билды или что-то такое. Я думаю, что мы будем качать с вами магию. Вместе с боевыми навыками. Потому что, опять же, у нас на прошлых персонажей не было магии. И не было напарников. В этот раз мы будем играть за персонажа, у которого будет магия. У которого есть возможность вводить с собой напарника. А это очень сильно разнообразит геймплей. Поэтому я ожидаю очень хороших результатов от второго прохождения. Должно быть очень интересно. Я его буду сам с нетерпением ждать. Так, это что там, уровень подбежал что ли? Мне показалось. Вот. Давайте сейчас еще несколько боев сгоняем. Пока у нас персонажи целы. Пока можем что-то сделать. Дуэльный эксперт. Да, пойдем. Как я сейчас упал? Так, стоп. Сосредоточься. Это дуэль. Нам просто выиграть у этого чувака и не сдохнуть. Дальше не будет никакого боя. Не будет, говорю. Вот сейчас я его очень хорошенько полоснул. Мне надо отступить. Но я не могу этого сделать. Потому что если я сейчас побегу, он меня убьет. Ну, если бы я отвернулся, он бы не побежал сразу. Он бы такой медленно развернулся, пока бы набрал скорость. Ладно, я его затащу. Вот этот удар сквозь шлем, он хорошо помог. По-моему, без этого удара я бы не выиграл. Что у нас есть на Эксперте еще? Дуэль? Эксперт-новичок? Ха-ха! А, да, интересно. Что у нас на знатоке есть? На знатоке есть вызов. Попойдемте на вызов. Что бы нет. Кто против меня? Больно, между прочим. Блин, больно, говорю. Ударивай в шлем. Да ну... Ёшкин кот. Как он мне столько урона внес? Иса... Бам! Самое интересное, почему я в него ни разу не попал. Ну, то есть, блин, он меня бьет тупой булавой и вносит столько урона. Я его бью острым, блин, мечом и не могу его пробить. Ну, не знаю. Эксперт. Эксперт. Зачистка на знатоке. На Эксперте вполне может сгодиться. Пойдемте еще разочек сходим. Понимаете? Когда на меня нападают, я специально не наношу удары с расчетом на то, что у меня персонаж что-то заблокирует. Но это далеко не всегда работает. А иногда, как было, что... На тебе. Что он пропустил два удара сразу. Иногда они меня обманывают. Когда я думаю, что они уже сдохли, они такие... А-а-а! И вроде начинают падать, там, а-а-а! А я еще живой, тварь! А, это обман. Ладно. Кольчужные поножи... Да, одену. Мне все равно ничего нету. Поехали следующее. Не тычь меня этой штукой. Ляшки поотбивал. Смотрите, смотрите! Он чувствует, что начинает проигрывать и начинает тыкать. А против тычащего урона вообще ничего нету. Тварина. А-а-а! Я хочу... Вот эти одеть. Да. Верхнюю часть... Э-э-э... Ноги все-таки прикрыть важнее. Пойдем. Еще мне немножко... Ох, вот это хорошо было. Еще мне немножечко не нравится задержка. Вот ты нажимаешь на кнопку и проходит где-то полсекунды, прежде чем происходит замах и удар. Такой микролаг, вроде как его можно просчитать, но иногда это подбешивает то, что его приходится просчитывать. Ну, то есть ты рассчитываешь на то, что ты нажал и ударил, а не то, что ты нажал, подождал, а потом подумаем. Давай высокие сапоги оденем. Да, нам так получше будет. Хоть немного голем прикроем. Поехали дальше. Блин! Читерский клевец! Это... это... Мы тут за трансплантацией почек вырезаем лишние почки, нам сказали, у тебя их три, отдай одну. Ай, нафиг. По коленке ударил. Чё? Это чё сейчас было? Вы это видели? Чувак на меня кинулся, что ли? Это чё за удар сейчас был? Я потом... Я потом на записи посмотрю, чё это было вообще. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай, я победил. Но какой ценой? Так. Чё у нас по деньгам-то? По деньгам 6,10. Вроде как можно бы уже скоро что-то подкопить. Вон, даже шлем можно купить хороший. Наголенники можно... Блин, мне как раз наголенников не хватает. Может, купим? Поножи. Нечко, а поножи с наголенниками, как они сочетаются? Эти на знатока. Эти на знатока. Давайте, вот эти вот две штуки куплю. Как раз за 6 торг. Пойдемте попробуем приодеть. О, на мастере, на 33 уровень поднялся. Сейчас посмотрим... А! Ну все, вот он уже и мастер. Ну, как бы, да. Проницательность. Так, так, так. Меньшая зону действия эффекта. Дня действия различных эффектов создаваемых. Превращает эффект в более последовательный. И делать более эффективным... Та-та-та-та-та-та. Учитесь, наблюдайте. И... Учитесь, наблюдая, запоминаю. Вот это, понимая, экспо, что ли? Я не знаю, зачем я это сейчас скачнул, но другое дело. Ладно. Все! Мы добили чувака до мастера. То, что и требовалось доказать. У нас есть чувак максимального ранга. Так. И ты будешь сочетаться? Да! Отлично! Оно сочетается. То есть, вот это вот мы у тебя сейчас заберем, если ты не против. Мы ему прокачали... Хорошенько ноги прокачали. Скажем так. Далее. Так. Ты у нас торгаш. Ты у нас нифига не мастер. И... Ты у нас знаток, да? Вот тебе знаток по ножи. И давай я тебе дам какие-нибудь тапочки. Чтобы у тебя ноги не простыли. Так. Ты у нас знаток. Далее. Ты. Ты у нас новичок. Да, новичок. Такой... Такой Вася. Выход. Ну вот, у нас есть один мастер, один знаток и один новичок. То есть, мы докачали до мастера. Мастера мы довольно-таки неплохо одели. Чувак хорош. Давайте я на мастере на вызов схожу. Да, с половиной хп, да, как есть. Просто пойдемте один бой на мастере проведем. Тут огромная кастрюля. Ну, я его не убью, это я понимаю. Чувак так закован, что... Да. Это мне нужно было бы еще погриндить, напокупать еще немножечко доспехов. Ну, по крайней мере, я его бью, там по нему проходит какой-то урон. Чисто теоретически это было бы возможно. Это как вон те големы, которые за нами гонялись. Теоретически их можно убить. Хорошо. Ну, я сейчас вообще не расстроен, что я на мастере отъехал. Мастер-кандидат, дуэль. Давайте еще одну зайдем, какая разница. А-а-а, вот в чем разница, чувак. С вилами. Да, хорош, меня... Я лежу, вообще-то. Да, ладно. Это было чисто побаловаться, просто зайти пару боев на мастера. Я не рассчитывал на победу. Мне до сих пор интересно, что в зачистке вот в том последнем бою произошло, когда чувак на меня кинулся, такой, а-а-а-а! Ищи, удар нанес. Он споткнулся, или как это произошло? Там просто ровная поверхность была. Ладно, ребятушки. На этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Также на этом заканчиваем прохождение нашей аренной карьеры. Блин, карьеры на арене. Да, так, наверное, лучше звучит. Сделаем небольшой перерывчик. Не знаю, несколько неделек, две, три. Посмотрим, как пойдет. И потом уже с вами зайдем со второго прохождения на экзаниму. За это время у вас будет возможность написать, чего вы ждете, чего ожидаете, что лучше и как лучше и всякое такое. Буду ждать ваших советов, комментариев. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!